Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Острый вопрос. Жители Павловского района обеспокоены строительством мусроперерабатывающего завода. На пороге мощного развития. На Балтайском заинтересовалось несколько крупных инвесторов. Один реконструировал. Страдают обе стороны. Конфликт соседей в Барнауле, которые живут в одном частном доме, достиг апогея. Жители нескольких населенных пунктов Павловского района обеспокоены строительством мусроперерабатывающего завода. На этой неделе в районной администрации прошло совещание с участием муниципальных и краевых депутатов, Министерства природы и несколькими местными жителями. Однако попасть на закрытое мероприятие хотело куда больше людей. Для них перспектива появления мусроперерабатывающего завода – вопрос очень острый. Сейчас пять ваших представителей, которые пошли от народа, они выйдут вам и все расскажут. Вы будете дальше их не думать. Строительство мусроперерабатывающего завода неподалеку от Барнаула – тема, которая поднимается вот уже несколько лет. Прежде от этой инициативы отбивались жители Первомайского района. Сейчас потенциальной площадкой объекта может стать участок между тремя селами – Павловском, Боровиково и Елунино Павловского района. При этом последние в прошлом году якобы перестали рассматривать как площадку под этот объект. В сентябре 2022 года в угоду исполнительной власти редакция газеты опубликовала статью о том, что никакого строительства мусроперерабатывающего завода на территории района не будет. Все мы видим, что это не так. И вы, мягко говоря, ввели в заблуждение населения района. Со слов активистов, которые смогли побывать на совещании, им обозначили общую структуру работы завода. Объект займет площадь около 50 гектаров и будет принимать на переработку мусор из Барнаула, причем половину от имеющихся отходов. Транспортное плечо составит почти 30 километров, поэтому люди возмущаются, почему нельзя выбрать участок ближе к Барнаулу. Кроме того, люди считают, что выбранная площадь не подходит по объективным причинам. Во-первых, ветер часто дует в сторону села Елунино, а это потенциальная вонь. Во-вторых, жители не раз замечали, что весной талые воды собираются как раз на территории между этими тремя селами, а потом стекают вопь. В разговоре с нашим корреспондентом люди подчеркнули, что они против строительства завода в целом, они против появления масштабного объекта и скорее видели бы у себя небольшой завод, рассчитанный на мусор трех-четырех районов. Кроме того, люди подозревают, что реализацию объекта ускоряют уже объявленные торги и потенциальный интерес к нему проявляют восемь концессионеров. Новоалтайск стоит на пороге мощного экономического развития. Интерес к городу начали активно проявлять инвесторы, причем это не только производственники, но и застройщики. На фоне дефицита площадей в Барнауле Новоалтайск оказался в выгодном положении, а логистическая особенность города делает его еще более привлекательным для бизнеса. Какие задачи сейчас стоят перед Новоалтайском и как связаны жилые площади с инвестициями, расскажут мои коллеги. За этот год в моем кабинете побывало пять застройщиков. Такой интерес строительной сферы поражает даже мэра. Новоалтайск уже становится привлекательным городом для ипотек. Для покупателей дешевле, чем в Барнауле, для застройщиков больше свободных площадей. Их количество увеличивают. Планируем ряд территорий внутри городского центра под изменение разрешенного освобождения земли. Мы переводим часть площадок с торговых под жилой строительство. Город может построить жилья и малоэтажного, и немалоэтажного на 60 тысяч жителей. За два года здесь ввели почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Осталось решить одну большую проблему. В городе нет принятого плана застройки. Новоалтайский был забыт городсовет. Его реанимировали в этом году, а на первой встрече представили эскиз многоэтажки на месте, где должен был появиться торговый центр. Пока норм застройки нет, власти дают застройщикам ориентиры. В первую очередь это дома до 16 этажей, не менее переменной этажности. Это дома компактные, точечные дома, дома башни. Тот, кто сейчас какое-то новое веяние несет, новую идею, новую кровь, он будет по большему счету создавать какую-то определенную планку. Хорошая инфраструктура. Во-первых, здесь ритм жизни немножко другой. Здесь, по большему счету, удаленность объектов, она низкая. Все объекты находятся рядом. Город испытывает интерес с двух сторон. И, по мнению главы, это параллельные процессы от застройщиков жилья и предпринимателей. Новоалтайск – крупный транспортный узел Сибири. Практически в городе расположена развязка дорог на Новосибирск, Кемерово, Бийск, Барнаул. А местная сортировочная железнодорожная станция входит в десятку крупнейших в стране. Поэтому скоро в город может зайти крупный инвестпроект. Логистический центр, который уже сегодня представили проект, который уже сегодня его защитили, который уже сегодня ведут переговоры по прокладке новой железнодорожной ветки. Они хотят получать со всего мира железнодорожные контейнера, перегружать их на транспорт. И, начиная от, скажем, Красноярска и до Ирана, вот эту территорию всю захватить. Еще один важный проект связан с производством природного газа. А другой создаст в городе 9 тысяч рабочих мест. Известно, что это объект крупного российского маркетплейса. Менее масштабными, но не менее важными проектами станут заводы глубокой переработки зерна и фермерской продукции. Кривая экономического развития Новоалтайска плавно идет вверх. Здесь функционируют три крупных промпредприятия – Алтайвагон, хлебокомбинат, Зиасмашинери. Зарегистрировано 10 резидентов ТАСЭР. Власти признают, что неразвитая инженерная инфраструктура мешает входу крупных инвесторов. Однако в этом направлении эксперты и советуют искать точки роста. В том числе с помощью северного обхода Барнаула. Северный обход, который бы мог связать город Барнаул, особенно его индустриальную зону, которая примыкает к Волосихинскому индустриальной площадке, с новоалтайской промышленной площадкой. Но этим предложением вряд ли займутся в ближайшем будущем. Сейчас власти и эксперты должны определить, по каким правилам Новоалтайск будет развиваться и для жизни, и для бизнеса. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. 27 ординаторам края возместят расходы за обучение. Каждому в пределах полумиллиона рублей. Сегодня об этом подписали специальное соглашение в Министерстве края. С 2019 года в крае действует комплекс мер по привлечению и закреплению медицинских работников в регионе. Его суть сводится к тому, что Минздрав возмещает врачам-ординаторам расходы за два года обучения. При этом специалисты закрепляются за медучреждениями в Барнауле, Рудцовске, Бийске, Олейске, Заринске, Благовещенском и Ключевском районах. Отрабатывать специалисты должны не меньше трех лет. Рад видеть. Вдвойне рад. Потому что вы не просто будущее наше здравоохранение, но и выбрали наши краевые медицинские организации для продолжения своей деятельности, да, после окончания программы-ординатуры. Размер компенсации каждому молодому специалисту порядка полумиллиона рублей. За четыре года по данной программе расходы возместили 98-ми ординаторам. Я думаю, именно у тех, у кого нет финансовой возможности оплатить свое обучение, и именно люди действительно хотят учиться, то, безусловно, немаловажную роль это занимает. Мне всегда нравилась работа именно врачей-анестезиологов, потому что они, по моему мнению, ну вот самый последний рубеж в жизни пациента, между, получается, жизнью и смертью пациента, всегда вдохновляли. И считаю, что в этом направлении есть куда развиваться всегда. Дети с редкими врожденными заболеваниями глаз теперь смогут регулярно и бесплатно получать в Барнауле консультацию квалифицированных врачей-офтальмологов. Доктора в рамках президентского гранта уже несколько лет посещают российские регионы, осматривают пациентов с аномалиями глаз и проводят обучающие мастер-классы для местных врачей-офтальмологов. Подробнее о добром деле и о специфике диагностики пациентов, которые по-особенному видят мир, расскажет Валентина Аскерова. Радужная оболочка отсутствует, глаза слегка разбегаются в стороны. У семилетней Вари редкое врожденное заболевание органов зрения – анеридия. Диагноз девочки поставили в два месяца при медицинском осмотре. Два месяца, получается, нам поставили этот диагноз. То есть, когда Вария исполнилась два месяца, при осмотре. То есть, до этого ничего особо не настораживало врачей, потому как это достаточно редкое заболевание. И действительно, не все врачи даже об этом знают. Поэтому они особо их это и не насторожило. Отсутствие радужки диагностируют у одного пациента из 50 тысяч. Настолько редкая патология. Как лечить, наблюдать пациента с анеридией? У барнаульских офтальмологов опыта было немного. Мы в отчаянии зашли, собственно, в интернет посмотреть, что это. Информации было. Ну, как бы она была, но мы достаточно, как мы же такие все возбужденные были. И нам открылся сайт aniridia.ru, собственно. И вот так мы познакомились с организацией «Радужка». То есть нам сразу на помощь Галина пришла, наша Николаевна, президент этой организации. И, собственно, она нас координировала, что делать нам дальше. Потому что человек в таком состоянии, мама в таком состоянии. Ну, это, как сказать, растеряно. И вообще ты не знаешь, что делать. Стабилизировать заболевания и в целом сохранить зрение помогли московские офтальмологи. Варя с мамой ездили к ним на осмотры. Сегодня ехать никуда не нужно. Доктора, специализирующиеся по редким заболеваниям органов зрения, бесплатно проводят благотворительные консультации в российских регионах. С 2021 года наши доктора при поддержке фонда президентских грантов выезжают в удаленные регионы Российской Федерации для проведения благотворительных приемов пациентов с редкими заболеваниями и обучения докторов тактики и методам их наблюдения, диагностики, профилактики осложнений, лечения. Когда мы сделали запрос по регионам на 2023 год, в числе самых активных первых откликнувшихся был, конечно же, Барнаул. Благотворительные осмотры московские врачи-офтальмологи уже провели в Казани, Челябинске, Омске, Новосибирске и многих других городах. Сегодня осматривают алтайских детей на базе Барнаульского центра коррекции зрения «Линзочки». Клиника оснащена необходимым оборудованием и может гордиться докторами, которые изучили методику и тактику работы с редкими заболеваниями. Мы благодарим московских коллег за бесценный опыт и за возможность внести свою лепту в улучшение качества жизни инвалидов по зрению Алтайского края. Часто заболевания носят синдромальный характер. И тут еще очень важно не только оказать необходимую офтальмологическую помощь, но и вовремя среагировать на другие проявления этих синдромов и маршрутизировать данных пациентов другим специалистам, чтобы не пропустить серьезные осложнения, которые в целом характеризуют эти синдромы. В Алтайском крае зарегистрировано 17 человек с редкими заболеваниями органов зрения – аниридией, альбинизмом, вагросиндромом. Последняя патология встречается один случай на миллион человек. Но эти единичные пациенты имеют право на то, чтобы видеть мир во всех красках. Московские специалисты-офтальмологи надеются, что в будущем Центр коррекции зрения, где сегодня проходят бесплатные осмотры, станет референсным центром в регионе для пациентов с редкими генетическими заболеваниями органов зрения. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. А теперь к истории об остром жилищном конфликте соседей, которые живут в одном частном многоквартирном доме. Одна семья провела реконструкцию здания в своей половине, и в итоге обрушилась часть общей стены и крыши. И теперь обе стороны винят друг друга в произошедшем. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. Надо было сначала следить за домом, и все бы было в порядке. Вы же бросили дом, и все, уехали. А соседи теперь? А теперь вы ищете виноватых. Это претензия соседей к Светлане Смирновой. Дочери хозяйки дома на оборонной 22. Ее мать купила часть здания еще в 2000-х, и вскоре о нем забыла. По словам соседей, семьи Кутьковых из-за дырявой кровли прогнили несущие балки. Ваша стена, ваша стена, она рухлала. То, что на крыше было, она рухлала вниз. И все это легло на нашу стену. В итоге пришлось переделать часть общей стены. Где-то она даже вошла внутрь дома. Параллельно Сергей решил реконструировать свою жилплощадь. Добавить второй этаж, так как на первом холодно из-за промерзающей общей стены. Светлана уверена, что такие строительные махинации и погубили несущие балки, из-за которых провалилась крыша. Мы озадачены, мы обратились к нашим соседям уважаемым. Так поняла Юлия, да, и Сергей. Да, и спросили, а как вот получилось так, что вы стали строить дом без нашего разрешения, вот эту вот, ну, как бы крышу общую нашу трогать. Соседи ей объяснили, они не могли получить разрешение, потому что не имели контактов ни с хозяйкой второй квартиры, ни с ее дочерью. Юрист считает, что в таком случае изменение конструкции здания законно. Сейчас семья Кутьковых подала в суд на Светлану, чтобы она привела в порядок свою часть дома. А Светлана, в свою очередь, запросила у Роспотребнадзора и администрации Барнаула ответ касательно правомерности реконструкции соседей. Конфликт затягивается, а ведь зима близко, и просевшая крыша может просто рухнуть под снегом. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Они не получают зарплату и справляются со всеми сложностями сами, и при этом могут свободно конкурировать с мэтрами. Сегодня в Барнауле свою работу начал форум молодежных непрофессиональных театров Алтая. Наш следующий сюжет как раз о тех, кто, может быть, никогда не станет известным артистом, но сможет достучаться до зрительских сердец. Они не носят звания народных артистов, зато они сами вышли из народа. В стенах АГО открывается форум молодежных непрофессиональных театров Алтая «Театр по любви». Они не на работу приходят, они делают это искренне и по-настоящему, а где-то самобытно. И таким людям начинаешь верить, потому что, ну, еще обычно на профессионалах есть некий такой налет и отпечаток, отпечаток ролей какого-то, какой-то профессиональной деятельности, каких-то, может быть, штампов. И когда человек не профессионал, он искренний. Один из самых ярких примеров того, что любительский театр может собирать целые залы и выступать на разных сценах страны – творческая мастерская из Барнаула «Хома Артистикус». Артисты народного театра уже 10 лет радуют своих зрителей. Для меня этот форум стал чем-то, каким-то способом самореализации и способом узнать что-то новое и полезное. Я не думаю, что я прям пойду по профессии, буду там режиссером или актером, но мне очень нравится этим заниматься и ради, ну, хорошего настроения, собственно, я сюда и пришла. Форум был рожден непосредственно самими представителями молодежи. Вся заявка на конкурс «Регион для молодых», а за счет средств федеральной субсидии реализуется этот проект, была сформирована совместно с молодежью. Каждый в рамках этого форума, конечно, найдет для себя что-то новое, интересное. А самое главное – контакты, полезные контакты, интересные, новые знакомства, что, как и не в формате личного взаимодействия, помогает развиваться. Как развивать театральное творчество в современных реалиях? Как существовать любительскому театру? Задать эти и другие вопросы участники форума смогут приглашенным известным актерам, режиссерам, преподавателям. В ближайшие дни уже распланированы мастер-классы, работы с речью, телом и, конечно же, творческий заряд, с которым артисты обязательно поделятся со своим зрителем. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Ровно 60 лет прошло с момента первой тренировки по фехтованию заслуженного тренера России Владимира Феоктистова. Именно он внес большой вклад в развитие этого вида спорта в Алтайском крае. В память о легендарном барнаульском фехтовальщике на саблях в Барнауле провели всероссийские соревнования. Как проходил турнир и чем удивляли местную публику индийские спортсмены, расскажем далее. Чешину в зале прерывает громкий возгласы. Это не крик помощи или страдание от боли. Это эмоции. Так фехтовальщики реагируют на заработанный балл. На всероссийском турнире памяти заслуженного тренера России Владимира Феоктистова собрались лучшие спортсмены из Барнаула, Новосибирска, Омска и Санкт-Петербурга. Для алтайского фехтования этот день особенно значим. Ровно 60 лет назад свою первую тренировку провел основатель фехтования в Алтайском крае Владимир Феоктистов. Эта тренировка была в коридоре политехнического института. Вот так начинался тернистый путь алтайского фехтования. И, ну, к сожалению, возраст уже людей с первого набора осталось по пальцам пересчитать. Но, тем не менее, они есть. Один из них даже до сих пор занимается активно тренерской деятельностью. Сейчас у фехтовальщиков есть большие залы для тренировок и возможность довольно-таки часто выезжать в другие регионы. Так, например, одна из команд-участниц приехала в Барнаул прямиком из Индии. Ребята при подготовке к этому турниру проходили сборы в Новосибирске. Что дало свои плоды? Первая медаль – бронзовая, но все же награда. Предсезонная работа еще в Индии началась. Много работали. Целенаправленный сбор был 15 дней в Новосибирске. Готовились специализированно к этому турниру. Моя цель – мечта была здесь завоевать медаль. Тем самым мечта сбылась. Я очень этому счастлив. Если гости из Индии отправятся домой и будут готовиться к своим внутренним турнирам, то российские фехтовальщики отправятся на сборы. После этого турнира начнется подготовка к Кубку России. Он состоится в декабре в Сочи. Туда приедут лучшие спортсмены со всех уголков страны. И хочется верить, что алтайские ребята составят мощную конкуренцию ведущим фехтовальщикам России. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...